Добрый день, дорогие мои телезрители! Я вновь вас приветствую на телеканале Универ ТВ. И у нас сегодня вновь очередной выпуск передачи «Татар Хистеры». Я с большим удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Он у нас уже не первый раз в студии. Это известный арабист, востоковед, доктор философских наук. Заведующий кафедрой Казанского филиала Российской академии правосудия Юзеев. Профессор Юзеев Айдар Нилович. Здравствуйте, Айдар Нилович. Добрый день. Я очень рад вас видеть у нас на передаче. В одной из последних передач мы с вами подняли очень важную тему, которая сыграла стратегическую роль в формировании татарской нации, в целом общественной мысли. Мы с вами говорили о раннем этапе татарского просветительства. Затронули творчество Курсави, Маржани, Фаисханова и многих других выдающихся представителей вот именно первой волны татарских просветителей. И мне бы хотелось сегодня тему продолжить и поговорить о второй волне татарских просветителей. У меня в связи с этим первый вопрос. Вот что общего между первой волной татарского просветительства и второй? Я хочу напомнить, что так называемая первая волна татарского просветительства — это вторая половина XIX века. Самые значительные имена, которые мы с вами и разбирали на прошлой передаче, это Хусейн Фаисхан, Шахабддин Маржани и Каюм Насыри. Вот эти три столпа просветительства. И уже в это время просветительство шло параллельно с религиозным реформаторством. Если в творчестве Маржани религиозное реформаторство и просветительство, они составляли своеобразный синкретизм, то в творчестве Фаисхана и Насыри мы можем выделить религиозный этап, не реформаторский, подчеркиваю, а религиозный, как первый, и просветительский этап. Вот вторая волна просветительства приходится на конец XIX — начало XX века. Это как бы золотой век татарского национального движения, поскольку в связи с царским манифестом 1905 года были разрешены и книгопечатания, и образование различных общественных организаций, и все с этим связанное. И вот вторая волна просветительства, так называемая, это прежде всего Риза Фахарддин, Муса Беги, и самый зрелый — это Габдула Тукай, зрелые просветительства. Это вот три столпа, вот там три столпа, и здесь три столпа просветительства. Вот, Айдар Нилович, у меня в связи с этим вопрос. Я впервые в ваших публикациях, ну, в принципе, я тоже придерживаюсь этой точки зрения, особо хочу это подчеркнуть, но впервые в ваших публикациях, и сегодня впервые публично было сказано, что Габдула Тукай принадлежит вот именно ко второй волне, как один из выдающихся представителей татарского просветительства. Раньше об этом мы не писали и не говорили. В чем его вклад в татарское просветительство? Да, он, можно сказать, что это зрелые просветительства. Если мы говорим о просветительстве второй волны, это творчество Фахарддина, это тоже своеобразный. Вот вы говорили, чем отличается первая волна от второй. Прежде всего, вторая волна — это синкретизм реформаторско-просветительской направления. Вот характерно, то есть, допустим, в творчестве Фахарддина религиозно-реформаторские взгляды переплетаются с просветительскими. Иногда даже, если мы смотрим на всю историю, как обычно, религиозное реформаторство предшествует просветительству. А здесь, может быть, в творчестве, во взглядах мировоззрения Фахарддина просветительские взгляды могут выйти на первый план его творчества. Иногда, наоборот, религиозное реформаторство. То есть, вот синкретизм — это вот тогда, когда реформаторские идеи переплетаются с просветительскими. А в творчестве «Беги» здесь больший акцент на религиозное реформаторство, хотя просветительство тоже присутствует. А вот зрелый, если мы говорим о зрелом этапе, когда вот просветительство в чистом виде, просветительство, которое похоже на русское просветительство, на просветительство Белинского, Добролюбова, или на французское просветительство как образец просветительства, как классический образец просветительства, это Дидро, Леметри, Руссо и так далее, да, то здесь это, конечно, зрелый этап, Это как раз Габдула Тукай. А можно ли сказать, что Галимджан Боруди тоже относится к этой блестящей плеяде просветителей второй волны татарского просветительства? Галимджан Боруди, это все-таки больше, наверное, он реформатор, и просветитель тоже. Но он все-таки мало занимался публицистической деятельностью, то есть научной деятельностью. У него не было возможности писать, потому что он больше занимался общественной деятельностью. А как общественный деятель, это, конечно, реформатор религии. Если бы он прожил большую жизнь, не случилось так, что на общественной деятельности он, к сожалению, умер, то я думаю, что он бы, конечно, был автором многих просветительских работ, о которых, к сожалению, мы сейчас не имеем, просто жизнь его рано прервалась. Но это просветитель-реформатор, да, конечно. Это просветитель, который продолжил деятельность Морджани. Вот Морджани, мы когда говорили, синкретизм, это прежде всего реформаторство и просветительство. С Боруди то же самое. Но ведь еще раз всегда обращаюсь к Морджани. Считается, что Морджани не оставил учеников, что мало последователей. Но вот с изучением его творчества и последующих мыслителей я вижу, что он оказал вообще исключительное влияние на последующую мысль. Взять Боруди. Боруди был, когда познакомился с ним, когда уже ему было много лет, и он его знал, приходил к Морджани. И он, конечно, оказывал на него воздействие, он был на смертном одре, и он был одним из тех, кому завещал Морджани заниматься наследием своим. И так далее он оказал значительное влияние. Если смотреть на Фахреддина, Фахреддин, прочитав книгу Морджани Назуру Тельхака, он сначала прочитал возражения на Назуру Тельхак, а потом прочитал саму книгу Назуру Тельхак. Она оказала на него, он очень изумился, очень большое воздействие. И он поехал навстречу с Морджани. И он его увидел, они договорились, что он придет к нему на урок, но Морджани отвлекли. И так оказалось, что он потом уже не смог приехать в Фахреддин. И он всегда писал, что Морджани для него это своеобразный светоч тоже. И вот так, если смотреть, и Беги тоже самое. Вот я Беги, мы сегодня будем говорить о Муса Беги. Казалось бы, никаких связей у Фахреддин видел, Боруди видел, Беги не видел Морджани. Но если мы возьмем его творчество, то оно находится под сильным влиянием Морджани. Под сильным влиянием. И поэтому, вы представьте, они не были учениками, а его творчество оказало сильнейшее воздействие на последующие мысли. Вот эти три фигуры, о которых мы упоминали. Тукай, он написал Шихаб Хазрат Оду, да, где восхвалял Морджани, считал его одним из величайших продуктов татарской нации, который оказал воздействие на последующие мысли и так далее. Целая Ода была. Морджани здесь, конечно, тот столб, на котором вот последующее просветительство и реформаторство опиралось на его наследие. И оно не только опиралось, оно и продолжило наследие Морджани. Можно ли сказать, что вот творчество вот этой блестящей плеядой татарских просветителей, реформаторов, это ренессанс татарской культуры, ренессанс татарской просветительства конца 19-го, начала 20-го века? Ну, это скорее не ренессанс, а золотая эпоха, я бы сказал. Золотая эпоха татарской общественно-философской мысли. Вообще, вот если мы возьмем общественную философию, вообще философия, это есть квинтенциация духовной культуры, об этом Гегер сказал. То есть, если духовно брать, философия — это наиболее важнейшая часть, которая сконцентрировала в себе все духовное, все культурное, все то, что присуще татарской культуре. И вот философия с этой точки зрения, если мы берем начало 20-го века, то она, татарская общественно-философская мысль, занимала одну из ведущих среди тюркских народов и развивалась в нескольких направлениях. Это прежде всего, как мы сегодня говорим, это религиозное реформаторство, просветительство. На начале 20-го века появилось еще одно направление — либерализм. Да, мы сейчас об этом поговорим чуть попозже. Мне бы хотелось еще все-таки уточнить. Когда мы говорим о Галимжам Боруди, Резайтен Фахреддин, когда мы говорим о Габдулоте Кае и когда мы подчеркиваем как раз очень многокомпонентность их творческого наследия и просветительства, и реформаторства, я хотел бы здесь затронуть еще одну проблему — это проблема конструирования татарской нации. Мы в прошлой передаче говорили, что отцом татарской нации в этом смысле является Марджани. Вот насколько новая волна татарских просветителей понимали и осознавали необходимость конструирования новой нации, я даже сказал бы политической нации. Вот какую роль здесь сыграли представители татарского просветительства? Да, вот этногенез мы уже говорили, что Шихаб Хазрат — это родоначальник этногенеза татарского народа, да, и он построил свою конструкцию — это гунны, булгары, татары. Мы не должны отказываться от этого. Реза Фахреддин продолжил идеи Марджани по этногенезу татарского народа, поскольку Марджани выступал за то, что гунны, вот своеобразная цепочка гунны, булгары, там, золотая орда, татары, то Фахреддин тоже самое, то есть гунны, булгары, вот золотая орда и татары, казалось бы. Но у него, казалось, схожая концепция с Марджани, но гунны, булгары — да. А потом он говорит, Марджани же тоже татары, это те, которые, значит, впереди монгольского войска шли там, и наш, зря нам дали имя татары, хотя в научной литературе татары применял только крымским Марджани, но сам говорил, нельзя отказываться от этнонима татары, потому что он вот считал, что это уже вошло в кровь под татарского народа, да, вот сам этноним. С этой точки зрения Фахреддин, он придерживался этого, но вот период того, когда татары получили вот это самое название, он от него отрекся, он татар только приписывал монголам, да, монголов, когда писал в своих произведениях, а сам использовал булгары, да, гунны, булгары и казанские тюрки, то есть вот он от этнонима татары, поскольку оно не научным, он считал, как и Марджани, но Марджани говорил о том, что мы должны отставить, этот нет, он говорил, что мы казанские тюрки. Но при этом он активно пропагандировал историю Золотой Орды. Его самое, наверное, из известных исторических трудов — это ханы Золотой Орды. То есть пропаганда истории Золотой Орды у него стояла достаточно на одном из таких ведущих научных приоритетов. Но здесь вот я внимательно, насколько мне это было возможным, смотрел его публикации. На самом деле у него идентичность непонятна. Он себя и татарином не называл, он себя и башкиром не называл. У него идентичность все-таки была мусульманская или тюркская. У него же труд есть — булгары и казанские тюрки, она так и называется. И сам он писал, что... То есть у него все-таки была тюркская идентичность? Да, я казанский тюрок. Вот он сам предложил такую идентичность, и понятно, что это имеется в виду казанский татарин. И он везде писал, что он казанский тюрк. Хотя мы знаем, что башкиры приписывают его к башкирам, татары. Но, на мой взгляд, вот как бы мы не смотрели на то, где он родился, то ли он принадлежал к сословию башкир и так далее. К башкирскому сословию. Да, к башкирскому сословию. Но ведь важно то, как сам оценивает себя мыслитель. Он сам себя считал казанским тюрком. И вот что интересно, мне показалось, что он татарский народ, башкирский народ не делил. Он везде писал «наш народ», «наш народ», «наш народ». К нему он причислял и казанских татар, и башкир. У меня вот такое впечатление сложилось. Башкир выделял казанские тюры, башкиры, черемисы, финно-угры, и, естественно, и булгар. Он, как Марджани считал, это вот то, что произошло от смешения булгар, тюрков и финно-угорских племен. Вот, Айданилович, смотрите, получается, в начале XX века все-таки возникает достаточно серьезный, я бы сказал, и научный дискуссий, и общественный дискуссий внутри татарского социума. А Тукай как смотрел на эту проблему? Тукай, он очень интересный. Тукай вот как зрелый просветитель в первый период своей деятельности, который можно назвать протопросветительство, допросветительство, или можно назвать религиозный этап его мировоззрения. Он сам писал в это время на старотюрском, на тюрском языке. Вот если мы посмотрим начальное его стихотворение, это тюрский язык. Но когда уже с переездом в Казань, когда в его мировоззрении преобладают просветительские идеи, он выступает, он резко меняет язык своих произведений, и он выступает за татарский национальный язык. Вот туантель, это вот как бы гимн татарского народа, и он говорит... Гимн татарскому языку. Да, татарскому языку. Именно татарскому. Если мы будем смотреть тукая раннего, там, тюркский язык, сложный, перемешанный с арабизмами, фарсизмами, то здесь вот чистый татарский язык, который превалирует в обиходной среде. Вот чисто татарский, да, это не язык Тарджимана, там, Гаспринского, да, тюркский, который пытался сделать тюркский язык для всех языков. Нет, это отдельный татарский язык, татарский национальный язык, и он всегда его воспевал и говорил, что татарам необходимо изучать татарский язык. Через татарский язык мы можем приобщиться к русской и западноевропейской культуре. То есть для него в самосознании, в поднятии самосознания татарского народа татарский язык играл выдающие и сыграл выдающиеся роли. У меня сложилось такое впечатление, что в процессе вот этих дискуссий, в процессе конструирования этничности татарской, идентичности татарской, наверное, большую роль, если не главную, сыграли представители татарской литературы. Вот кроме Тукая, я бы здесь в один ряд поставил и Дертменда, который был сторонником, горячим сторонником именно татарской идентичности. И, на мой взгляд, вот как раз благодаря участию в этих дискуссиях, таких живых, в то время классиков, признанных классиков, несмотря на свою молодость и Тукая, и Дертменда, как раз дискуссии по татарской идентичности, идентичности народа именно в виде татарской идентичности, они как раз к этому времени и завершаются. Да, естественно, и Ахмеров, и Габеши, и многие, и Захир Беги, тоже классик татарской литературы, они все писали об идентичности. Но я бы вот здесь еще хотел подчеркнуть один момент. Вот Муса Беги, если мы сравниваем вот этих трех фахардин, это казанский тюрок, то есть, ну, все равно, казанский татарин, да, потом Тукай, это татарин, да, татарин чистый, да, как бы за татарскую идею. А Беги, он, поскольку сам-то родился в Ростове-на-Дону, все время, значит, обучался и за границей, был и в Бухаре, и в Египте, и в Мекке, и в Индии, в разных странах везде получил обучение, изучил языки, там, хорошо знал арабский и так далее. Так вот, для него основное была не идентичность татарского народа. Он выступал, он выступал за мусульман. Для него не играло, не важно было. Он, как мыслитель, имел, полагал, что татары в Российской империи могут выжить только в союзе с другими мусульманами. То есть, у него идентичность все-таки была больше религиозная, мусульманская. Он вообще татар, он, татары-башкиры, казахи, это все мусульмане. Киргизы, мусульмане. Киргизы, да, все тюрки, фактически мусульмане-тюрки. Они все тюрки, и он, как один из организаторов вот этой партии, Тифах Муслимин, он как раз выступал за ислам. Вот ислам должен быть тем объединяющим началом для всех народов, мы не должны выделять, для тюркских народов, именно для тюркских, которые их объединяют, и мы можем сохраниться как нация, только будучи мусульманами. И поэтому здесь ничего нет, он так полагал, он полагал, что не выживут татары отдельно. Мы только как в союзе с другими тюркскими народами, а они, а идеологии для него всегда служил ислам, можем выжить. Можно ли сказать, что вот новая волна татарского просветительства, мы говорим сейчас именно о начале XX века, отразила вот широту палитры взглядов, да, и на пути татарского народа, на процесс формирования, конструирования нации, его будущего развития. И именно в этом отношении как раз вот эти имена татарских просветителей, они в целом и отражают вот то видение элиты татарской, интеллектуальной элиты, научной элиты на будущее развитие татарской нации. Можно так сказать? Ну да, конечно, этногенез, то есть вот особенность татарского просветительства, если мы возьмем, вообще сравниваем татарское просветительство вообще с просветительством, с европейским, то там космополитизм. У нас особенность, конечно, исходит из действительности. То есть для татар это важнейшим была проблема этногенеза. То есть мы должны себя сначала определить, кто мы такие, что мы имеем свою историю, и потом найти место в общей истории российской. И поэтому, конечно, этногенез выходил на первое место. И чтобы вот вторая особенность, тоже в отличие от европейского и русского, это политическая особенность. То есть мы как можем себя обозначить в Российской империи? Мы можем обозначить себя как политическая нация, мы можем обозначить через какие-то структуры, через общественные организации. Мы должны бороться, мы должны за свои права. И поэтому здесь выходит политическая особенность татарского просветительства в начале XX века. Это тоже отличает от раннего просветительства. То есть это уже, по сути, третье направление? Общественно-политическая деятельность татарского просветителя? Нет, это не направление, это особенность, потому что антропоцентризм, гуманизм, это все известные части, которые присущи. А особенность — это вот проблема этногенеза и политическая, политическая часть. Это особенность татарского просветительства. И с этой точки зрения, конечно, можно говорить о том... И еще одна особенность. Мы сказали, татарское просветительство, оно синкретизм, оно связано с реформаторством. Но также в мировоззрении некоторых мыслителей реформаторско-просветительское направление сочетается с либеральной теологией. Это прежде всего касается Беги. Илья Анатольевич, вот по либеральной идеологии, по политической деятельности, все-таки хотелось бы поговорить отдельно. А в оставшееся время я хотел бы с вами поговорить, немножко отойти от нашей темы и сказать нашим дорогим телезрителям, что Айдар Нилович у нас член Союза писателей Республики Татарстан. Он известен не только как известный ученый, арабист, востоковед, философ, но и блестящий автор очень интересных книг. Прежде всего, это публицистика. У вас есть несколько интересных работ, которые я с большим удовольствием прочитал. На меня особое впечатление произвели вот эти заметки, сирийские заметки. Расскажите, пожалуйста, об этой книге. Как пришла идея написать вот эту публицистику, документальную повесть, я бы сказал. Ну да, сирийские заметки — это начало 2000-х годов, когда в Сирии была все еще мирная жизнь. И я тогда был одним из преподавателей арабского языка в гуманитарном институте. И поскольку у нас существовало и татарское арабское общество, и был уже центр Хадара, который возглавлял еменец Мохаммад. Который сегодня успешно работает в Казанском федеральном университете. И вот он тогда занялся тем, что давал практику студентов, которые поехали в одну из стран. Вот летом мне посчастливилось побывать со студентами, которые обучаются арабскому языку в Сирии. И, конечно, было в течение лета, вот трех месяцев, я наблюдал вот эту сирийскую жизнь. И было интересно увидеть воочию то, о чем писали и Марджани, и Беги, вот эту ближневосточную культуру. И, естественно, наверное, вот эти сирийские заметки, почему так получилось, потому что и у татар этот жанр был известен. И Марджани писал о своих поездках, но он хадж, заметки хаджа, Фахреддин потом издал. И он писал то, как вот прошел тот или иной день, начиная от Казани и кончая потом приездом в Казань в Марджани записки по хаджу. О сирийских заметках? О сирийских я тоже пошел по Марджани и тоже каждый день проснулся. Мы со студентами пошли туда, мы посетили то-то. Ну, как вот этот жанр заимствовал у Марджани, хотел запечатлеть вот то время, те мысли, которые, те оценки этой культуры, которые тогда существовали. И таким образом появилась эта книга. И она, наверное, интересна с точки зрения того, что произошло в Сирии сейчас, потому что там, где мы были, этих городов, эти города многие были разрушены, такие как Алеппо. Мы, наверное, посетили все, что могли, наиболее известные. И, к сожалению, так случилось, что вот эта война, она вот разрушила то, что... Но осталось, как вот в моих записках, то, что было, то, что мы запечатлели, многие вещи остались. У вас в этих записках созданы очень яркие образы сирийцев. И мне кажется, здесь, вот при написании данной документальной повости, на вас повлияло не только творчество Парнажани, но мне показалось и в некоторой степени и творчество великого русского писателя уже 20 века, это Шукшина. Я прав? Я даже не думал об этом. Мне вот так показалось. Я не думал. Я... Шукшин же, он все-таки художественный, он писатель, я больше публицист. Здесь разница есть. Но вот именно создание образов, они как-то вот... Не претендуя на писательство, я на публицистику, это да, как публицист, да, я под влиянием Маджани, конечно, писал. И, по-моему, этот жанр, он нам присущ, и заметки, путевые заметки, начиная со средних веков. Но приятно то, что вот осталось запечатленной на бумаге, то, что уже никогда не возвратится, это Пальмира. То, что мы видели, и то, что случилось после завоевания, разрушения, полнейшие Пальмиры. Я описывал памятники, как они выглядели тогда, мы это, конечно, и снимали, и это, к сожалению, ушло в небытие. Айдар Нилович, к сожалению, время нашей передачи уже истекло, время прилетело очень незаметно. Огромное вам спасибо за очень интересную содержательную беседу. Я верю, что это наша с вами не последняя встреча. Нам есть еще много о чем поговорить, и о джедедизме, о татарском либерализме, политической деятельности в начале 20 века, о вашей литературной деятельности. На этом, дорогие слушатели, телезрители, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. У нас сегодня в гостях был известный татарский арабист, востоковед, заведующий кафедрой гуманитарных наук Казанского филиала Российской Академии Правосудия, доктор философских наук, профессор Юзеев Айдар Нилович. До свидания. Спасибо за внимание. Было очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин